В этой группе Запись Началась Для тех, кто в записи смотрит, это Дайши Джим, это ВЦГ, второй день По Старкрафту в данный момент И у этих игроков Ну, Джим, как и предполагалось, является фаворитом в группе В данный момент он является фактическим лидером С четырьмя победами без поражений У Дайши ситуация тоже весьма хорошая Он сыграл три матча, три из которых выиграл То есть это фактически идет игра топ-1 и топ-2 на данный момент в группе Возможно, она определит, кто из них в конечном счете выйдет из группы на первом месте Любопытный, кстати, матч будет Тем более Джим, давно у нас протасов не было Здорово Ну, хорошо Я тогда постараюсь не увлечься этой игрой Ее все-таки откомментить Но при этом поглядывать на Варкрафт Привет, Майкер, рано ты сегодня Сегодня все началось где-то на час раньше, чем вчера Игры начались Из-за, ну, другого расписания Церемония открытия была вчера в 11 часов по местному времени Первые матчи стартанули в 12.30 Сегодня вообще первые матчи хотели делать в 10.30 на 2 часа раньше Но потом изменения в расписании Перенесли на 11, на полтора часа Фактически началось все где-то на час 15 раньше, чем вчера Джим! Вот самое время поучиться играть за протасов, да? Две ранние газилки Сразу три раба, правда, на один газ Без каких-то распределений 2-2 Кибернетка пошла Играют они Бо-3 Я надеюсь, что мы сможем посмотреть все Игры Какая игра по Варику осталась? Две игры осталось по Варику Еще раз повторяю, это Мун против Ксикси И Тиаш против Люцифера Обе они будут проходить на сцене С разницей в полчаса Это Бо-1 должны успеть туда и туда А Мун к Сикси, точно вопрос к Муну, выйдет он из группы или нет Ну Тиаш-Люцифер, Тиаш-Лидер, у Люцифера все плохо, но Посмотрим, посмотрим Сейчас вот последние матчи самые важные получаются Они определят как раз тех четверых, кто выйдет из группы С высокой вероятностью выходит Элегант, еще раз повторю С высокой вероятностью выходит Тиаш А вот Люцифер, Имуны, Фокусы И вот это вот все Под большим-большим вопросом Браточек играл, играл браточек Сегодня Он отыграл очень быстро Так, тут дефолт По крайней мере против протасов То есть барак ЦЦ, два барака Атосом Идет Нексус после одного гейта И вот большой вопрос, что он Вот я не пойму, он специально двух рабов на газ только отправил? Или это в тык? Да, специально То есть он взял рабочего с газа Пошел, построил им нычку Вернулся, продолжил собирать газ И космопорт, точнее Старгейт он называется в английской версии Звездные врата, наверное, какие-нибудь Которые палятся дальше и тут же О, неплохо зашел Слушайте, я так же играю Да, да Агрессивная кора Один барак Зилот Сталкер Ну не всегда Зилот Сталкер Иногда Сталкер Сталкером В зависимости от карты, конечно Но здесь, конечно, полезнее Зилот Сталкер Потому что можно успеть прибежать до бункера Приятно осознавать, что ты где-то там на дне Играешь Схоже в базе, по крайней мере О, тут можно хорошо Слоу сделать Отличный Слоу Хотя у Зилота было немного ХП И Фактически был размин Ой-ой-ой-ой Как плохо-то контролит Джим Довел Сталкера ни за что Просто довел его до красноты И пошел Оракл Первый под бустом Судя по всему Он полетит сразу через А, нет Вот сейчас уже на нычку полетит То есть сначала точка сбора была Как будто он летит на мейн Понятно, что и летит на эксп Ораклы В патчик говорят Летают чуть быстрее И акселерация у них Увеличена То есть они быстрее стартуют с места Как мута Сказали так Вот Как его убивать совсем непонятно Но С другой стороны есть Уже превентивная туретка Потому что спасибо КСМ Своевременной разведкой Еще Задолго он узнал До появления Первого Оракла Что он там будет Здорово О, привет Там Ворвался товарищ какой-то Негативный Но быстро его покарали Марики пришли Оверчарж И Ораклы Как они все-таки Убивают быстро Мариков Если бы он еще поконтролил Одного Оракула Попытался его спасти Было бы совсем замечательно Так жалко все-таки Он же дорогой По 150-150 Где-то стоит Да? Да, 150-150 Жалко такого газового юнита С маной тем более То есть он такой Со временем набирает пользу Он Если постоянно к нему Ему внимание уделять Он Может там пол игры летать Вот Там немножко подрезал Так немножко Тут немножко подрезал Марики не такие ценные Безусловно Ну что, собирается Джим Давить Ой, какое-то тут Количество морпехов Вы посмотрите Они зазевались Они вышли Где-то пятерых Казнили Оракл Здесь врывается Убивает КСМ Очень быстро Но мана кончается Еще быстрее Пытается вычинить Вот КСМ Еще парочка красных Да, тут конечно же Бункер вскроется У Джима отличный Отличная тайминговая Атака получилась Но косяк был Вот с этой группой Марпехов Которые со стимпаком Отдались А дальше отбиться Будет уже крайне непросто Разница Серьезная по лимиту Да и армия Такая существенная Не знаю Как здесь Можно стимпак Два медвака Все дела Но было бы значительно Проще отбиваться Если бы Те восемь мариков Не завтыкали Просто-напросто Минус пара сталкеров Минус Все КСМ Которые выходили Прикрывать Марики пытаются Перестреливаться Под медваками Неплохо Выходит Но новые сделки Под варп Шикарный С шести гейтов Идет под варп Медвакам уже Некого лечить Кроме КСМ И разваливается Дайши Первая карта Остается за Джимом Он в группе Пока что безусловный Получается фаворит Гудгейм Пишет Дайши И выходит Уверенная победа Но хотя были И грубые Такие откровенные Ошибки От Дайши Те восемь мариков Со стимпаком Они могли помочь Всегда мариков дает Он даже не быстро среагировал То есть У него У него было время Когда вот Марики стоят Они все верят И через полторы секунды Получает филд То есть он мог Не успевая Ну понятно За это можно поплатиться Тем более до этого Он отдал где-то 10 мариков В размен на Оракула И получается Что у него Не хватило Живой силы Что еще раз? Начинается вторая игра Радует мне конечно ФПС сегодня Спасибо ОБСу за это Да Да но дропы Выводят Немножко Из себя Давненько Протосов мы не видели С вами друзья И тем более Протосов такого Высокого уровня Приятно В группе ОЛЗ Но выбрали О уже пошли спайки Я вижу В игре Это плохой знак Ладно посмотрим Что там с Варкрафтом Варкрафт мы мониторим Не хватает Но Удивительно Как можно С одной маленькой Железкой Делать Несколько вещей Хороший Расскажу Потом Специально выбирал Для того Чтобы Грустная история Нет его больше С нами Но он бы не потянул Так хорошо Снова появляются Проблемы с дропами А тут Повторяет дальше Тот же самый Опенинг Барак CC2 Барака Судя по отсутствующему Газу Да Выход на эксп То же самое делает Джим Скорее всего Ну вот Здесь в отличие от прошлой карты Карты подпушить С одного гейта Там сделать Сталкер Сложнее Но все равно можно Используя кору Подходить Вот сюда Вот И если есть застройка Какая нибудь Пострелять снизу Можно Как то по Несмотря на наличие Там бункера Вот здесь Вот Но видите Застройки здесь нет И первый юнит Это все таки Зилот У У Джима Кажется Зилот Или он его Отменил Что там по юнитам А нет Он делает и не делает Вообще хорош Слушайте Я по такой же логике Я в свое время Играл Кора полетела Агрессивная То есть Когда ты понимаешь Что Зилот Тебе на ранней агрессии Не пригодится А это бывает Тогда когда Бункер Ставится Ну Мимо бункера Не пробежать Короче говоря То есть Нет смысла Аркадить То лучше Сразу делать Сталкеров Потому что Так по крайней мере Есть Возможность На ренже На хитендране С подсветочкой Как то пострелять А здесь Он вообще собирается Играть в Блинк И возможно Это будут Переблинкивания На мейн Судя по Сыплаю Дайши уже Как бы в курсе Его наверное На этой карте Уже Так Протосы Ну протосы В принципе Любят Таким образом Развлекать Врагам Особенно Когда появилась Скорая Не нужно делать Апса Просто сразу Сумречный совет Правда Блинк Фиксанули По скорости Исследования Это конечно Минус Это было Да Это Давненько Но зато Теперь Роботикс Не нужен Не нужно Тратить газ Ты просто Штампуешь На весь газ Сталкеров Там с трех Гейтов И все У тебя хорошо Правда Я не вижу Трех гейтов Добавляет Второй И Свет Какой шикарный Свет Сразу все видно Что в сумречном Совете Что-то Под бустом Что Зилта Первого не было Уже можно было Сложить Две Ну Два слагаемых И Да Все Понимает Дайши Бункер ставит Превентивно Сейчас Можно акцент Сделать Реально На Мародеров Лабу Пристраивает Вторую Сейчас еще Мародер пойдет Очень грамотная Подстроечка Прям Так С пониманием Все делает Хорошо Здесь Пять гейтов Газа Третьего Четвертого Нет Третий Ставит Запас По газу Есть Хороший На сталкера Это хватит 16 рабов Филончик Уже Который Спалил Дайши Да Тут Проблемы С коннектом Я вижу Что Периодически Они Случаются С этим К сожалению Мы сделать Ничего Не можем Это местный Интернет Просто Остается Только Надеяться То что Нормализуется Так Сталкеры Пытаются Понять Куда Идти Но на Бункер Прыгать На Мародеров А вот Здесь Можно Рабочек Пощелкать Почти Удалось Оп Минус КСМ Кора Полная По мане На Тайм Варпы Хватит Что дальше Делать Штампует Сталкера В джим Как будто Собирается Реально Пробивать Там уже Есть Стимпак Между прочим Хорошие Хорошие Филды Отличные Филды Вскрывается Бункер Хороший Бабл Еще нужно Филд Освежить В идеале Но нет Не сделал Вот филд Ключевой Но у него Манки не было Уже К сожалению А если бы он Сделал То Где-то Десяток Рабов Немножко Фигни И Хотя он и так ЦЦ убивает Хороший Какой Не очень Филд Но все равно Хватает Убивает Блин Такой он Да он Убьет его Сейчас просто Да Нет Убьет В принципе Человека Сейчас Он зайдет И убьет Да Но это в стиле Фраера против Зерген Похожая Очень Штука И начинается Контроль Блингсталкеры КСМ Падают Колоссальные Потери По Экономике 23 КСМ 24 25 И Не отобьется Он здесь Под варп И это Минус Дайшир Джим Очень Уверенно Ну по крайней мере По счету И по результатам Этого матча Ну потому что Мы видели Занимает первое место В своей группе На данный момент 5 побед Ни одной карты Ни одного поражения Разрывает Разрывает А варкрафт Еще не начался Продолжение следует...